В экономическую поддержку экономики записали сокращение налоговых поступлений. Знаете, это очень напоминает разводку лохов на базаре. Но вот у нас в прошлом году страна вымерла на миллион человек. Это же никого, кроме Путина, не озаботил. Путин отметил этот факт. Очень большую озабоченность выразил по этому поводу. А почему пенсии только не работающие пенсионеры? Работающие пенсионеры, они что, не живые? С другой стороны, нужно понимать, что строительство человеческого захлебнется. А строительный комплекс, все это по золоченному орду нужно кормить. Меня беспокоит Гондурас, а вы его не чешите. Вот меня очень беспокоит безработица, а вы ее не чешите. И все само собой рассосит. У меня такое ощущение. Добрый день, дорогие друзья. Прошу любить и жаловать. Экономист, политик, депутат Госдумы Михаил Геннадьевич Делякин. Здравствуйте. Добрый день. Давно мы с Михаилом Геннадьевичем не общались, поэтому голопом по Европам, по всем экономическим новостям, которые случились за время моего отсутствия, честно говоря, новости не отпускали, потому что все эти заявления, все эти планы и их реализация, это что-то с чем-то. Ну, начнем с перспективного. Николай Платоныч Патрушев призвал к глубокой структурной перестройке российской экономики. Михаил Геннадьевич, вот эта глубокая структурная перестройка, это то же самое, к чему нас готовила Эльвира Сахибзадна-Набиулина? Структурная трансформация. Или все-таки перестройка это что-то другое? Ну, конечно, это другое, потому что очень многое зависит от того, как это послание, это послание. Одни и те же слова в устах полицейского и геоактивиста звучат совершенно по-разному. И то, что в устах наших либералов звучит как намерение приватизировать все на последнего гражданина России, то в устах секретаря Совбеза звучит как обещание, по крайней мере, намерение навести порядок. А что-то конкретное есть за этими словами? Что предлагается делать? Ну, послушайте, я не вижу активных действий государства, которые производили бы впечатление реализации этой установки. То есть, наверное, товарищ Патрушев что-то в виду имеет. А что именно он имеет в виду? Ну, надо его спрашивать. Я надеюсь, что он имеет в виду национализацию, о которой пошли разговоры. Я надеюсь, что он имеет в виду разумную тарифную политику. Я надеюсь, что он имеет в виду дешевый кредит для реального сектора, потому что, конечно, смешно звучит промышленная ипотека, я согласен. Но это уже устоявшийся термин. И, по крайней мере, для покупки промышленных зданий и сооружений ставка 5% годовых отрочек. Лучше бы, конечно, было бы 2%. И на недвижимость на развитие, но это уже следующее. — Михаил Геннадьевич, уже больше 100 дней продолжается спецоперация и идут боевые действия. Ну, за 100 дней можно было сформулировать какой-то все-таки здравый подход. Во что вопрос-то уперся, обо что тормозим? Это система смотрящих, которые сидят в каждом министерстве и ведомстве и не могут позволить, чтобы, не дай бог, конкуренты получили какое-то преимущество, присосались к потокам, и поэтому они друг друга локтями отпихивают. Вообще ничего невозможно пропихнуть. Даже если всем понятно, что это нечто разумное, адекватное. Или как это вообще? То есть как это происходит? — А как что происходит? — То есть всем понятно, что старый мир, ну, он уже канул в лету. — Всем? — У нас надо как-то... — Всем это кому? — То есть им непонятно. То есть даже те одичалые, оголтелые, которых вы называете блатными одичалами, они лишились возможности выехать за границу, они, там, их дети тоже возвращаются в Россию. — Ну, кто-то возвращается, кто-то на бюро, кто уезжает. Вот возвращается в Россию, деньги зарабатывают всякие актеры и актрисульки. Скоро, чем Павел Хаматов будет выступать на лучших сценах Москвы. А 13 июня, через шесть дней, у господина Беглова в Питере, Бегловой, то есть выступает Манижа, которая назвала спецоперацию агрессией и, так сказать, распространялась какой-то ужас. Там же будет выступать Агутин, который заявил, что то, что Океан Эльзи не выступает, ну, Вокачок, нацист конченый, музыкант гениальный, согласен, но нацист конченый нацист. Что конченый нацист не выступает в Питере, это, видите ли, охота на ведьм. Он, человек с таким взглядом на мир, человек, поддерживающий нацизм, выступает в Питере 13-го числа. Я написал сегодня запрос к Беглову, но мне весь Питер уже ответил, что они про этого Беглова думают и про его ответы. Также для Беглова ничего не изменилось, насколько я могу судить. или почти ничего не изменилось. Таких, я думаю, в нынешней тусовке большинство. То есть все уперлось в необходимость чисток? В необходимость для народа России. А про вещи тусовка, как я понимаю, во-первых, я считаю, что чистка должна быть, но чистка должна быть проведена от народа России. Я вот хочу понять. Например, Николай Платонович Патрушев. Тебе минуточку. Социально-экономическая политика осталась без изменений. Есть некоторые шашки в сторону разума. С того, как вымаривают искусство создано денег в голоду, так и вымаривают. Оптимизацию здравоохранения никто не отменял. Болотский процесс отменен со стороны Запада. И наши, как их называют, педагоги-вурдалаки уже объявили, что они будут действовать не исправляя пороки Болотского процесса, а насколько можно судить, усугубляя эти пороки. Что изменилось? Страна новая, согласен, власть старая. Бюрократия старая. Одичалность старая. Нет, я имею в виду... Три страны закрыли для него свое воздушное пространство. Чего сделала Российская Федерация? Обтекла. Где же не снова? Бюрократия старая. Лавров обтекает. И очень, судя по всему, довольны. Я вот просто хочу понять. Николай Платоныч Патрушев серьезный человек. И он говорит о том, что нужна структурная перестройка. Он под этими словами должен понимать, что нужно менять управляющий слой. И он намекает на то, что будут чистки, будут перемены именно в кадровом составе? Или попытаются обойтись как-то без этого? И тогда ничего не выйдет. Опять посидим, посмотрим. И у разбитого корыта опять окажемся. Если бы кто-нибудь хотел всерьез заниматься чистками кадрового состава, мы бы эти чистки уже увидели. Переназначение Лабиума – это чистка кадрового состава. Это консервация. У нас консерватизм. Переназначение Кудрина. Да, не в консервную банку, а во главе счетной палаты. Это чистка личного состава? Нет. Ну а где же? Ну там, какие-то замы Грефа уехали за границу. Только простите, это не чистка. Это люди выписались из России. Но я думаю, что через некоторое время Греф вам объяснит, что здесь власти наши, все хорошо. Продолжаем заниматься любимым делом. Кто-то может вернется под аплодисмент. Министр финансов Антон Силуанов, цитата. Простите, он все еще не уволен? Нет. А то мы прочистили, его тут какие-то упомянули. Господин Силуанов не уволен. Ага. Понятно. Я хочу попросить вас объяснить его слова. Валюта американская и европейская для нас токсична. Что нам с ней делать? Зачем она нужна, эта валюта? То есть мы продаем свое собственное благосостояние, газ, получая фантики, токсичные фантики. Зачем они нужны? Знаете, это очень напоминает разводку лохов на базаре. Потому что когда это говорили господину Силуанову, все сколько уже, по-моему, лет 10 его пребывания в должности министра, он на это отвечал каким-то бессмысленным либералистическим бредом. И сейчас, когда он организовал кражу у нас денег, а из международных резервов бюджетных заморожено, по-моему, триллионов пять рублей. И это такая сумма была на 1 апреля. На 1 мая меньше, потому что они в валюте, а валюта укрепилась. Но все равно речь идет на триллионы, конкретно в хозяйстве Силуанова. Что он делать-то собирается? Что он предлагает делать? Он бездельничал 10 лет. Молодец. Он 10 лет организовал, обеспечивал кражу у нас денег. Молодец. Но может, в отличие от Небюлиной, он не подозревал о последствиях своих действий. Небюлину, ты честно сказал, мы предполагали, что будет так. Этот, допустим, признательных показаний не даст. Ну и что? Он что, сейчас начнет развивать экономику? Он сейчас начнет финансировать реальный сектор на основе проектного финансирования из бюджетных денег? Он что сейчас? Начнет обеспечивать право граждан России на жизнь? До него мыслей таких нет. Они даже участникам боевых действий на Украине, если они не граждане Российской Федерации, этот статус не дают, как я понимаю. И социальную поддержку они не дают в ничтожных размерах. Сейчас, поскольку там беда с, как пишут военкоры, беда с, так сказать, с болевой тактической медициной, довольно много ампутаций. Ну, понятно, по меркам гражданского времени много, по меркам военного, может, и люди возвращаются, и у них нет реальной должности, социальной поддержки. И, да, вот слабо всеми, и цело налажено. Говорят, хорошо. И знаешь, самый тяжелый случай, максимум через 20 часов человек в лучшей клинике Москвы. На поле боя, как был жгут во время войны, так и остался жгут. А сейчас у тех же самых украинцев, у них абсолютно современные аптечки. Абсолютно современные аптечки. У нас этого, как говорят, просто нет. И вообще снабжение армии находится на первобытном уровне. Понимаете? В Санкт-Петербурге. Не на передовой. В Санкт-Петербурге спрашивают депутаты у врачей, больниц, что вам, солдат, вам привезти, конфет, сладости, может, фруктов, что там лучше. Врачи смотрят, говорят, какие нахрен фрукты. Белье привезите, трусы, носки, кальсоны. Белье. Госпиталь. В Санкт-Петербурге, как следует, не из официальных рапортов на экономике, как следует из жилых разговоров у врачей, я думаю, не только в Санкт-Петербурге, по всей стране, я боюсь, не обеспечиваются, ведь даже не лекарствами, вещевыми минимумами. У нас до сих пор в армии, и не только в армии, нормы снабжения вещами по нормам мирного времени. Одна хамушка, ну, там, как она называется сейчас, один комплект на полгода. Ребята, мы в кусты никогда не пробовали по-бласту, не падать по кустам в этой самой форме. Вот, понятно, что она летит сразу, кто-то обгорел, а ему не выдают следующий комплект. Даже если он, если он устроил, остался, не выдают. И как это называется? Я пишу запрос к Минобороны, они озабочены, знаете, чья это информационная диверсия? А, это информационная диверсия, то есть реально проблемы не существует. Через четвертые руки до мне дошло, может, кто-то что исказил, жду официальный ответ. Нет, но они страну, они, как бы, у меня ощущение, что там масштабы безумия и воровства, такие, что, ну, только руками возвести. Почитайте Кенни Тайгер, журнал, человек, который там сидит на передовой, с некоторыми, так сказать, эпизодами с 2014 года, он очень, так сказать, внятно все пишет. Да, я читал, это Стрелков публиковал его статьи. Россия запустила на поддержку экономики РФ в текущей ситуации в общей сложности 8 триллионов рублей, сообщил Силуанов. 8 триллионов рублей, дорогие друзья, я вот разделил на численность населения нашей страны, получилось 55 172 рубля на человека, не на ребенка, не на пенсионера, на каждого человека 55 тысяч. Михаил Геннадьевич, вот эти 8 триллионов, они вообще куда денутся? Давайте по порядку, за какой срок 8 триллионов? В текущей ситуации. Нет, текущая ситуация, знаете, она может течь с 2020 года, она может течь с Рождества Христова, она может течь с основания Киева или с Москвы, она может течь с завтрашнего дня. Текущая ситуация, это сколько, за какое время? Потому что я просто обращаю внимание, что у нас в 2020 году экономический, как бы экономическую поддержку экономики записали сокращение налоговых поступлений. Вот предприятие умерло, и у них обороты упали. Они из-за этого заплатили меньше налогов. Делек нет, нет с чем платить. Но все это сокращение налогов записали в бюджетную поддержку российской экономики. В этом 2022 году я нашел более подробную информацию. В этом 2022 году уже потрачено 8 триллионов рублей на поддержание наших граждан. где? И простите, какие граждан? Если господин Суланов, имеете в виду себя с Набиулиной? Ну, может быть. А если иметь в виду всех остальных? И потом, что значит поддержание граждан? Что поддержание? Это социальная поддержка у нас? Такая. Ну, у нас из федерального бюджета расходы на здравозахоронение в два раза меньше. На весь год. Он там про пять месяцев рассказывает. Что-то очень странное. Очень странное, потому что у меня такое ощущение, что у нас вообще расходы бюджета за пять месяцев, вам даже меньше этой цифры. За четыре месяца меньше. Еще одно заявление. Я просто читаю новости, я не понимаю, как они соотносятся с реальностью. Министр финансов Суланов рассказал, что пенсионные и социальные выплаты, инициированные президентом, будут исполнены с федерального уровня. А все остальные инициативы, глав регионов, глав регионов пусть сами финансируют. Ну, здесь разумно, потому что регион не может диктовать федеральному центру. Да, но вот господин Собянин захочет там кому-нибудь сделать что-то приятное. Федеральному движению есть причем. Вот. Так что это скорее разумная позиция. Вот. Меня только напрягло, что речь идет только об инициативах президента. Есть же еще инициатива правительства. Если по примеру одичавых правительство переложит на регионы те социальные льготы, которые оно, так сказать, за своего имя осуществляет, то это пугает. Я думаю, что товарищ Суланов просто не все слова помнит. Ну, президент помнит, а правительство как-то забывает. Следующее заявление Владимира Владимировича Путина. Хотел бы отдельно обратиться к главам субъектов федерации, то есть губернаторам. У нас налажен строгий мониторинг и контроль над целевым расходами средств Федерального дорожного фонда, тогда как ресурсы региональных фондов порой перебрасываются на какие-то другие цели. То есть у нас есть федеральные деньги, за ними мы следим. А в регионах там не поймешь, что происходит. Михаил Геннадьевич, а как это так вышло и на что губернаторы пускают деньги с дорожных фондов? Ну, вы знаете, вот представьте себе, вот вы губернатор, у вас регион 30 лет без урожая, у вас, блин, болицы разваливаются, даже после сокращения. У вас учителя получают в реальности по 12 тысяч нанос. А если не объединять там с чиновниками, а считать учителей, у вас, блин, производство сыпется. Местербайтеры вот вот бунтовать начнут, потому что как бы даже для них работы нет. И, блин, у вас есть дорожный фонд. Ну, из дорожного фонда, так сказать, на спасение людей денег не вытащить? Вытащить. Вытащить. А с другой стороны, раз вытащил на спасение людей, два вытащил на спасение людей, а третий раз у себя на домик где-нибудь в Монако вытащил. Тоже может быть. Но мне не очень понятно, а почему президент президент фактически этой фразой заявил, что у нас счетная палата не функционирует в стране де-факто. У нас же счетная палата своя вертикаль, в каждом регионе она проходит. Если нам какие-то средства бюджетных, небюджетных фондов тратятся налево, то счетная палата должна на это реагировать. И бюджетный контроль Медфина на это должен реагировать. Если они не реагируют, то почему у нас Кудрина только что переназначили Асилуана все так хорошо чувствуют. Не, Михаил Григорьевич, у меня тут еще непонимание. Путин понимает, что у губернаторов нет денег на банальные вещи, о которых вы сказали, на школы, больницы, учителей и все остальное. И его это вообще никак не беспокоит? Ну как беспокоит? Он же об этом сказал. Ну вот у нас в прошлом году страна выбрала на миллион человек. Это же никого, кроме Путина, не озаботил. Путин отметил этот факт. Очень большую озабоченность выразил по этому поводу. Я боюсь, что когда у нас в этом году еще более усилится сокращение населения, опять единственным человеком, кто по этому поводу выразит озабоченность, будет Владимир Владимирович. Вы имеете в виду государственных деятелей? Может, Лавров к нему присоединится. У него профессионально хорошо получается озабоченность выражения. В этом он не конкуренция. Дорогие друзья, пожалуйста, в комментариях пожелайте пожелания выздоровления Михаилу Геннадьевичу. Как вы слышите, он сейчас в этом онуждается. При командировке подряд и очень тяжело. Да, следим в телеграмме Реал Делягин. Нет, Делягин Спейшл. Следим в телеграмме за вашими похождениями. Да, можно еще следить на Ютьюбе. Это не мой канал, так и называется. Не Делягин. Его Ютьюб забанил, но потом неизвестные мне товарищи добились его возвращения. Слава Богу. Президент России поручил повысить минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум и пенсии неработающим пенсионерам на 10%. 10%, Михаил Геннадьевич, а какая у нас сейчас реальная инфляция от начала года? У вас есть своя оценка? Ну, я думаю, что процентов 30-то есть. То есть 10 прибавляем, но реальное падение уже 30? Думаю, что так. Ну, опять-таки, понимаете, здесь две вещи. Во-первых, а почему пенсии только неработающим пенсионерам? Работающие пенсионеры, они что, не живые? Они работают от того, что им делать нечего. Крайне редко такое бывает. Обычно они от нищеты работают, которую государство удерживает. Так что вот эта вот дискриминация работающих пенсионеров совершенно непонятна. Это первое. Особенно учитывая нищенские пенсии. И второе. А понимаете, у президента Путина сейчас дикое количество проблем. У него, Украина, у него, есть не вот это вот то время, когда время заниматься конкретной реализацией заранее выработанной стратегии. Это сложно, потому что ее всегда приходится корректировать по ходу дела. И специально Госдума приняла специальный закон, что вот в части социальных пособий правительство может делать все. Ну, если так перевести на русский язык, там все это по пункту прописано. Но общий смысл. Правительство может выплачивать, индексировать какие угодно социальные посуды, как угодно, мучая пенсии. Но правительство имеет эти полномочия. То есть получается, что без волшебного пинка президента все эти Голиковы, прости господи, и прочее, не будем уж их упоминать, они вообще ничего не делают, в принципе. Но опять-таки чистки не произойдет, потому что кто же посмеет тронуть госпожу Голику. Страшно подумать, что произойдет после этого с Робидолом. Объем финансирования пятилетней программы строительства дорог составит 13,2 триллиона рублей. Об этом сообщил вице-премьер Марат Шахерзенович Хуснулин. Это не строительство в целом. Это без учета всяких реноваций, школ, больниц и все, что они должны строить. Это исключительно дороги. 13 триллионов рублей. Какой срок? Пять лет. Все равно многовато, но, может быть, он имеет в виду восстановление дороги на Украине тоже, не знаю. Вообще, что-то многовато. С другой стороны, нужно понимать, что строительство человечков захлебнется, а строительный комплекс и все это по золоченному орду нужно кормить. Как же завозить, для чего завозить в Россию миллионы гастробайтов, под прикрытием чего завозить в Россию миллионы гастробайтеров, если строительный комплекс начнет захлебываться? Для того, чтобы гастробайтеры взяли власть в Россию, для того, чтобы они получили политическое представительство, должно быть больше. Значит, надо завозить еще больше людей. А строительство человейников и реновации это одна тема, строительство дорог это другая тема. понимаете, дороги на самом деле уже неплохие во многих местах. Уже лет 10, как во многих местах, делают хорошие дороги. Я бы сказал, даже в большинстве мест делают хорошие дороги. Но вот странно, что репутация власти, репутация ключевого вице-премьера такова, что когда он говорит что-то разумное, первая мысль, она про политическую власть, политическую борьбу. Потому что хорошему должны быть дороги нормальные не только федерального значения, но и регионального, но и местного. И это, что называется, более непаханное. Так что, в принципе, сама по себе, такое показатель. Ну, понятно, что все будет дорожать при поощрении производства монополии. В сегодняшних ценах это может быть не 13-20, а там 6 триллионов рублей. Я вполне допускаю такие вещи. Но уж слишком, так сказать, уж слишком убедителен чиновник, который это все озвучил. Уж слишком он однозначно. Да, про дороги федерального и регионального значения, я думаю, это важное уточнение, а то наши дорогие зрители уже потянулись к клавиатурам написать пару ласковых насчет того, что в большинстве мест делаются хорошие дороги. Нет. В большинстве мест дороги делаются или методом яблочного ремонта, или, так сказать, армянский бизнес. Ну, когда вы едете, вас вот так вот трясет, спрашиваете у местного обительства, армяне строят, вот не ошиблись. Я, на самом деле, был потрясен во время всех этих обострений событий. Какая лютая ненависть в самых, так сказать, маленьких глубинах, что называется полноценального признака. Ну, просто потому, что люди каждый день катаются по дорогам вот этого качества. Число вакансий на сервисах по поиску работы после майских праздников выросло на 9%, заявила Голикова. Наибольший рост наблюдается в сфере услуг автосервисе, клининге, обслуживание телекоммуникационного оборудования. За последнюю неделю число зарегистрированных безработных снизилось на 4 с лишним тысяч человек до 675 тысяч человек. То есть у нас в стране сейчас официально зарегистрировано безработными 675 тысяч человек. Давайте разделим. Рост вакансий, опять-таки, как считать? А во-вторых, это сравнивается с чем? Сравнение с чем? Корректно спрашивается, сравнивается с аналогичным периодом прошлого года. Что у нас там в 21-м году было с вакансиями? Все на самоизоляции сидели, правильно? Да. Или почти? Ну, когда вы сидите на самоизоляции, какие новые вакансии? Это плюс 9 процентов почти от нуля. Скажем так, вот очень печальная ситуация. Так что, хорошо, конечно, могло быть и минус 90, но, как бы, плясать по этому поводу я бы не стал. Второе, да, и нужно учесть, что сами эти сервисы развиваются. Цифровизация уже идет. У вас вчера на этих сервисах было 30 процентов вакансий. сегодня 40, завтра будет 90. И так вплоть до 146 процентов. Поэтому новость, конечно, хорошая, но говорить, так давать ее однозначно, как восстановление экономики, я бы не стал. Что касается безработицы, у нас постановка на учет сопряжена с чудовищными унижениями, и при этом не имеет смысла в силу мизерности воплощенного посуды. Поэтому вот эти вот данные, они производят впечатление глубоко эффективнее. У нас еще в конце нулевых годов была очень качественная статистика по безработице, но сейчас это уже не так. Ну и главный вопрос, как государство собирается создавать рабочие места? Я так понимаю, ответ традиционный, государство этим не озабочено. Знаете, оно очень озабочено. Оно озабочено, знаете, как это, меня беспокоит Гондурас, а вы его не чешите. Вот меня очень беспокоит безработица, а вы ее не чешите, и все само собой рассосит. У меня такое ощущение. Нет, предпринимаются какие-то усилия, и много усилий для поддержки бизнеса, даже малого и среднего, но понимаете, эти усилия имели смысл до коронавируса. В чрезвычайных условиях гомеопатии уже не работают. Вот если бы у вас была возможность властной полномочии, если бы вы могли повлиять на ситуацию, что, какое решение напрямую быстрее всего создало бы рабочие места в стране? дешевый кредит, доступный всему реальному сектору, то есть 2% годовых. То есть это мелкий бизнес? на границе и крупный тоже. И крупный тоже. И в первую очередь, кстати, крупный пойдет. Второе увеличение производства монополий – это просто сразу падение цены. Это не остановка инфляции, это падение цены, это изменение масштаба цены. Дальше гарантирует гражданам прожиточный минимум. Они эти денежки принесут сразу в потребительский сектор, торговлю. Сразу придется к производству. И таможенная политика, то есть то, что мы сегодня производим, должно облагаться безумными тарифами, безумными запретителями. То, что мы производим завтра, завтра должно тоже облагаться безумными тарифами. Тарифный квот, так называемый. Мы стали производить больше электродвигателей, квоту на беспошлину его сократили. И такой план с одной стороны производства электродвигателей увеличения, а с другой стороны сокращения доступного импорта. Но не запрет импорта, потому что может быть прогресс идет, такие начнут делать шикарные электродвигатели, что и запретительными пошлинями все будет хорошо. Вот самый простый и самый очередный мир, но понимаете, эти меры же направлены на поддержку российской экономики. А финансовые спекулянты, которые нами управляют, заинтересованы, судя по их политике, уничтожение российской экономики. Не нужно приписывать людям несвойственных им целей. с и заинтересованы, которые ... огня Продолжение следует...